Ну вот для начала я вам покажу, где мы находимся. Это деревушка Халебиду с древним храмом Хайсала Швара, в чём имени уже обозначено и время, когда был создан храм династии царства Хайсала, 12 век. Это считается одной из жемчужин индийской архитектуры. А я прилёг вот здесь, в саду, такие вот за моей спиной осколки, фрагменты чудесные. Они разбросаны по всей округе. И расскажу я вам сейчас удивительнейшую вещь. Удивительнейшую. Фантастическую, прекрасную, детскую, запредельную, которая случилась со мной два дня назад. Нет, позавчера. Ровно в полночь, в другом месте. Вот там, где, я вам уже показывал прежде, такая двугорбая местность, два скальных холма, какая-то шумная индийская компания вывалила. Утихомеритик, что ли? Ну, ладно. Я надеюсь, что слышно. И вот представьте себе. Да. Два холма. Это такой, как я уже говорил, Ватикан, они называют джайнизма. Джайны там. Испокон веку осели. А вообще, это такой узелок. Один из первых исторических узелков Индии. Император Чандрагупта Маурия там находился. В его время Индия объединила земли. И стала колоссальнейшей империей. Впервые. А затем этот царь принял джайнизм. И, во след своему учителю, выдохнул жизнь после Аскезы. Там, в пещерке, на холме. И учитель ушел в другое измерение. В Самадхи. И Маурия выдохнул свою жизнь. Вообще, на тех холмах вся жизнь соткана из этих последних выдохов джайнов. Тысячи перешли через эту переправу из здешней сансары в то освобожденное состояние. Но сейчас речь не об этом. О фантастическом событии. Чудесном. И таком мимоходном. Будничном. Вот в этом вся и сказочность и прекрасность Индии. Вообще, если спросить, что такое Индия, то лучшим ответом была бы вот такая вот история. Значит, смотрите. У меня там гостевой домик был прекрасный. С колоннадой. Я там находился один. Пять долларов, к слову, стоил такой домик. Но там сейчас вообще по Индии цены далеко не такие. Куда выше. Но вот там, в силу того, что это паломническое место, цены чудом сохраняются. Такие человеколюбивые. И вот, выхожу я в полночь на крыльцо покурить. Слышу, со стороны улицы доносится дивная музыка. Откуда-то из дома. Похоже того двухэтажного, который в отцветах полной луны проглядывает. Сдерживаюсь я. Ну, хорошо. И вот. В общем-то, мне было не нужно. Но по наитию, по чуйке, так сказать. Я думаю, ну-ка, позайду. Полночь, да? Это деревня. Все спят. Тишина. Только собаки побрехивают. Беру камеру. Иду. Этот дом, откуда доносится музыка и пение, оказывается полицейским участком. Ну, двухэтажный. И оттуда музыка. Я подхожу в темноте. Босиком я иду. В руке камера. Как окошко. Сидит полицейский. При форме. С дубинкой. Один. Никого нет больше. Я у него спрашиваю, а что это музыка? Там телевизор у вас играет? Работает. Радио. Или живая? Живая, говорит. Я говорю, можно глянуть. Идем. Говорит. Мы с ним поднимаемся на второй этаж. На втором этаже. В большой пустой комнате. Типа такого актового зальца. Эй, эй. Муви. Не так громко. Пожалуйста. Вот. И вот, значит. Входим мы. В комнате трое. Часть из них в форме. Полицейская часть в штатском. За гармоникой. Или хармоника, как они говорят. Клавишные. Сидит. Как потом оказалось. Мастер. Они его называют. А эти трое. Полицейские. Репетируют. Фрагмент. Главу. Махабхараты. Махабхараты. Понимаете? Вообще все дальнейшее. Что там происходило. Я прикрывался камерой. Для того, чтобы. Ну я не знаю. Как-то уцелеть. Чтобы не лопнуть от этого чувства. Ну не. Какой-то чудесный. Совершенно переполнявший меня. Неловкости. Радости. Смеха гомерического. И. Ну я не знаю. Настолько трогательного чувства. Фантастичности происходящего. И прекрасности этого. То есть подходит ко мне один. Который чуть получше говорит. По-английски. И пытается рассказать. Что именно они репетируют. Увидев по моим реакциям. Что я. Кое-что петрю. В этом деле он совершенно просиял. И внутри него. Лотос начал распускаться. Радости. И вот. Они репетируют. Главу о Кришне. И не какую-нибудь. А ту. Где Арджуна. Обращаясь к Кришне. Говорит о том. Как устроено. Ну размышляет. Об устройстве вселенной. Мироздание. Так. Значит представьте себе. Окон нет. Висит круглая луна. Первый час ночи. Деревушка. Все спят. Полицейские. Разыгрывают. Махабхарату. Так. Драма. Опера. Народная. Они поют. Поют. И как в Индии. Индийский театр. Вот этот. Такой вот глобус. Шекспировских. Которых здесь. Не с числа. И они очень популярны. Очень популярны. В Индии. Собирают. Многотысячную. Публику. По деревням. Вот они это репетируют. Я говорю. Похоже вы. Уже закончили. Но не могли бы ли вы. Немножко еще. Продлить. Да. С радостью. Они воодушевились. И первый. Выходит. Бхима. А Бхима. Это из пандавов. Из братьев пандама. Которые. Ладно. Не важно. Это богатырь. Такой. И вот выходит. С дубиной полицейский. Внутренне. Входит в роль. Перестраивается. В глазах. Начинают. Раздуваться искры. Мощь. Начинает петь. Размахивать палкой. Входить в образ. Бхима. Мощь. Мощь. Субтитры подогнал «Симон» 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 На ряде подходили и представлялись таким образом. Хима, Арджуна и еще один из братьев-пандавов. Ума помрачительно. Мастер наяривал на йонике. Звук этот и пение разносилось и покрывало всю деревню, всю округу, полицейский участок. Не так я рассказал. Торопился. На самом деле, когда я расстался с ними, уже во втором часу ночи, обнявшись мы сфотографировались напоследок, я до утра не мог успокоиться. Я гомерически хохотал внутри себя. Ничего прекраснее я не видел. Полицейский участок. Арджуна. Арджуна подходит ко мне и говорит, вначале, когда еще не очень понимал, насколько я способен к реакции на происходящее. Насколько адекватен. Так он мне говорит. Ну, это драма у нас такая. из Махабхараты. Махабхараты. Как поправили бы меня эндологи. На самом деле, там скользящее ударение. В санскрите. Как бы всем сестрам по серьгам идет. Каждый гласный. Чуть больше, чуть меньше. Плавающая. Ни одно. Ни одна огласовка у нас. На какой-то уже фиксированный, гласный. Так вот, он говорит. Это как греческие, греческая драма отела. Или, тут заминка, он отправился в некое путешествие внутри себя и вернулся, взволнованный, сказав Ире, Копперфильд. А? Полицейский. Арджуна. Арджуна. ПЕСНЯ Я говорю, а где же женщины? ПЕСНЯ Участвуют ли они в вашей драме? Говорит, да Из Бангалора Приедут, но прямо уже На премьеру Я говорю, а как же вы С ними даже не порепетируете? Нет, говорит, они очень Эминитые, важные Прямо на сцене встретимся Я говорю, рискованно? Да, ну что делать? Говорят они А в конце Арджуна То есть старшина Арджуна Рядом с ним Фельдсебель Пхима Трогательно протянули мне Брошюрку Такую лубочную С Кришной Это выдержка Из Махабхараты Той главы, которую они исполняют И попросили Что-нибудь написать им на память Я говорю, где же написать? Он говорит, прямо на Кришне На Кришне На Кришне я и написал Понимаете? Вот это Индия Вот это Индия Полицейский участок В котором проходит В котором поют Махабхараты Репетируют События Многих тысяч Веков Кому назад С полной самоотдачей Вы думаете Они играют? Кришну Арджуну Химу Они и есть Арджуна Хима Драупади Это абсолютная отданность Себя Хима подошел ко мне С палкой Полицейский И тихо Застенчиво сказал Вот тот Который третий Будет сейчас Исполнять свою арию Из братьев Пандава Он из тех Который все отдал Все отдаст Все отдаст Вплоть до души Своей Ради дружбы И слезы выступили У Пхимы на глазах Потому что они с детства Взявшись за руки Мальчишки Так живут А мы когда приезжаем Чужестранцы В Индию Отводим взгляд И недоумеваем Что это так? Юноши Обнимаются И души не чают Друг друге И за ручку ходят Это дружба такая Дружба безогляднейшая Когда душу Не задумываясь Отдашь за друга Это с детства И это не уходит Никуда Всю жизнь Махабхарата В полицейском участке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они говорят В любое время Когда мастер свободен Когда мастер придет Мы сразу и готовы Я говорю Как? Средь бела дня? Да, говорит Средь бела дня А Как же? Если преступника, например Кого привели Ну, говорит Есть кому этим заниматься А нам это дорого Нам это важно Каждая минута мастера Позаниматься с нами Поэтому раз На второй этаж И поем То есть я говорю Внизу Там разбираются с преступником А наверху Вы поете мхабхарату Да, говорит Именно так На утро Я пошел к Чариханьшику Куда обычно По утрам хожу Беру свою турочку Привезенную Из Мюнхена Босихом Чап-чап-чап Молча Он по-английски не говорит Но на пальцах Мы уже понимаем друг друга И он уже знает Я сыплю свой кофе В турочку Привезенную из Тамелнаду Из высокогорных плантаций Нилгири Беру у него сахар Досыпаю Водичку Доливаю Он ставит на комфорку Уличную Даром, что Даром, что Две тысячи с половиной Лет тому назад Все это происходило В Хадробаху Наконец-то 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 Куда хуже Наконец-то Вынутый из компота Такие дела Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...